Здравствуйте, дорогие подписчики! В сегодняшнем видеоуроке я покажу вам, как украсить топ вставкой в технике брюкского кружева. Если вам нравится идея этого видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Я использовала пряжу Янард Перл, это 100% вискоза, в 90 граммах 270 метров. Крючок рекомендую брать 3-3,5. Я буду вам показывать на более крупных нитках и на крючке номер 3. Вязать мы начинаем отсюда. Отсюда вяжем ленточку с вот этими воздушными петлями. Вот так вяжем, довязываем досюда и здесь соединяем с вот этими арками. Делаем точно такую же ленточку, только соединяем с вот этими вот арками. И как вы видите, у меня полотно расширяется к низу. Так происходит за счет того, что здесь я использовала столбики без накида, с одним накидом и с двумя накидами. И вверху вязания я использовала меньше рядов, чем внизу. Итак, приступаем к вязанию. Делаем первую петельку. Три петли. Один столбик с накидом в первую петлю. Три петли. И еще два столбика с накидом в ту же петельку. Дальше вяжем шесть воздушных петель. Поворачиваем вязание. И в эту арку два столбика, три петли и два столбика. Три петли. И столбик без накида в вот эту арку, которая у нас ниже. Три петельки. Поворачиваем вязание. И в верхнюю арку делаем два столбика с одним накидом. Дальше вяжем шесть воздушных петельку с накидом в ту же петельку с накидом в ту же петельку с накидом в ту же петельку. Дальше вяжем шесть воздушных петельку с накидом в ту же петельку с накидом в ту же петельку с накидом в ту же петельку. И два столбика. Вот эти вот четыре столбика будем считать за один ряд. То есть мы связали вот, начиная с первого, это первый, второй, третий, четвертый, пять рядов. Таких рядов должно быть двадцать один. Повторяем шесть петель. Поворачиваем вязание. Два столбика, три петли и два столбика. Повторяем шесть петель. Я провязала двадцать один ряд. Отсюда и до этого места. И сейчас наша ленточка будет идти на закругление. Поворачиваю вязание. Шесть петель. И в верхнюю арку два столбика с накидом, три петли и два столбика. Дальше шесть петель. Разворачиваем вязание. Два столбика с накидом, три петли и два столбика. И для того, чтобы наше вязание немного закруглялось, мы вяжем три петли и столбик в вот эту боковую арку. Столбик без накидом, три петли и три петли. Столбик без накида в боковую арку. Снова три петельки. Поворачиваем вязание. И вот эту верхнюю арку, два столбика, три петли и два столбика. Дальше шесть петель. Поворачиваем вязание. Два столбика, три петли и два столбика. Снова делаем три петельки и столбик без накида в боковую арку. Дальше шесть петельки. Поворачиваем вязание. В верхнюю арку, два столбика, три петли и два столбика. Дальше шесть петель. Поворачиваем вязание. В верхнюю арку, два столбика, три петли и два столбика. Дальше шесть петельки. Дальше шесть петельки. Дальше шесть петельки. Три петли. Столбик без накида в боковую арку. Три петли. Поворачиваем вязание. И в верхнюю арку, два столбика, три петли и два столбика. 6 петель, поворачиваем вязание в верхнюю арку, 2 столбика, 3 петли и 2 столбика. 3 петли и последний столбик без накида на заворот. 3 петли, поворачиваем вязание и в арку 2 столбика, 3 петли и 2 столбика. Вот как у нас получилось. То есть мы делали столбики без накида только по внутренней стороне. Здесь вязали по 6 петель. Сейчас мы остановились на вот этом месте. Дальше провязываем 6 петель и в арку 2 столбика, 3 петли и 2 столбика. Дальше 3 петельки и в эту свободную арку столбик с двумя накидами. Снова 3 петельки и в эту арку 2 столбика, 3 петли и 2 столбика. 6 петель и повторяем узор. По всему нашему кружеву у нас 9 вот таких вот горизонтальных линий. Первые 3 линии мы вяжем со столбиками с двумя накидами. То есть 3 петельки в эту арку столбик с двумя накидами. В первые 3 арки снизу столбики с двумя накидами. Следующие 3 арки столбики с одним накидом. И последние 3 арки столбики без накида. Везде делаем по 3 воздушные петельки. Делаем 6 петель. Поворачиваем 2 столбика, 3 петельки и 2 столбика. 3 петли. И вот у нас свободная ячейка. В нее делаем столбик с двумя накидами. 3 петли. Поворачиваем вязание и в эту арку вяжем 2 столбика, 3 петельки и 2 столбика. 6 петель. Поворачиваем вязание. Поворачиваем вязание. 3 петельки. В эту арку 2 столбика, 3 петли и 2 столбика. 3 петельки. Поворачиваем вязание. Вот у нас следующая арка. В нее вяжем столбик с двумя накидами. 3 петли. Поворачиваем вязание. 2 столбика, 3 петли и 2 столбика. Вяжем столбик с двумя накидами. Вяжем столбик с двумя накидами. И последний столбик с двумя накидами в эту арку. 3 петельки. Поворачиваем и в эту арку делаем 2 столбика, 3 петли и 2 столбика. То есть у нас получается мы вяжем точно такую же ленту, только с одной стороны цепляемся за вот эти вот боковые арки. В эти 3 арки по столбику с двумя накидами, в следующие 3 по столбику с одним накидом и в следующие 3 по столбику без накида. А эти две арки мы не провязываем, они будут идти на вот этот бок. Вот как у меня получилось. Сейчас мы находимся на вот этом месте и вяжем нашу ленту на заворот. Делаем 6 петель. Поворачиваем 2 столбика с одним накидом. 3 петли. 2 столбика. 6 петель. Поворачиваем. 6 петель. Поворачиваем. столбик без накида в боковую арку. 3 петли. поворачиваем 2 столбика 3 петли и 2 столбика 6 петель поворачиваем 2 столбика 3 петельки и 2 столбика 3 петли столбик без накида в боковую арку 3 петель петельки 2 столбика 3 петельки и 2 столбика 6 петель поворачиваем 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 2 столбика 3 петельки и 2 столбика 3 петельки и делаем столбик без накида в эту ячейку поворачиваем и сейчас мы на вот этом месте и начинаем соединять так же, как соединяли здесь только в обратной последовательности 3 столбика без накида 3 столбика с накидом и последние 3 столбика с двумя накидами сделали 3 петельки столбик с двумя накидами 3 петельки 2 столбика в эту арку 3 петельки и 2 столбика разворачиваем вязание 6 петель и сейчас идем на заворот 2 столбика 3 петельки и 2 столбика 6 петель повернули вязание в эту арку 2 столбика 3 петли и 2 столбика 3 петли 3 петли столбик без накида в боковую арку снова 3 петельки и повторяем так же, как мы вязали вот здесь я связала заворот и остановилась на вот этом месте дальше делаем 6 петель и вяжем точно такую же ленту привязываясь к вот этим вот аркам поворачиваем вязание в арку 2 столбика 3 петли и 2 столбика 3 петельки и у нас находим вот эта вот арка свободная, в которую мы не делали столбики без накида в нее делаем столбик сейчас мы на вот этом месте можем ориентироваться по прошлой ленточке вяжем заворот и точно так же провязываем вот эту ленту и нижний заворот я связала заворот у меня получилось 4 арки 1, 2, 3, 4 после 4 арки 2 столбика 3 петельки 2 столбика затем 3 петли столбик без накида снова 3 петельки и в эту арку 2 столбика 3 петельки и 2 столбика и сейчас я покажу вам как соединять эту ленту с началом вязания представим что мы начали вязать вот отсюда и мы вяжем вот таким вот узором дальше и приходим с этой стороны провязали вот эту вот ленточку заворот провязали и нам нужно соединить с вот этим вот началом мы сейчас на вот этом месте дальше вяжем 3 петельки и столбик с двумя накидами в эту ленту 3 петельки в арку 2 столбика 3 петли 2 столбика 3 петельки и в противоположную ленту снова 3 петли и вот так вот цепляемся поочередно с разных сторон делаем 3 петли и вот у нас наше начало отсчитываем 4 арки и в пятую будем цепляться сделали 3 петельки столбик с двумя накидами в пятую арку 3 петли и в эту арку 2 столбика 3 петельки и 2 столбика 3 петли теперь в эту сторону вот свободная арка в нее мы делаем столбик с двумя накидами 3 петли и 2 столбика 3 петельки и 2 столбика в эту арку 3 петли столбик с двумя накидами в следующую арку на противоположной стороне 3 петли 2 столбика 3 петельки и 2 столбика вяжем и так провязываем вверх дальше вяжем 3 петли столбик с двумя накидами в эту арку количество накидов остается то же самое Сначала 3 столбика с двумя накидами, затем 3 столбика с одним и 3 столбика без накида. Связали последний столбик без накида и проверьте, чтобы все столбики были на месте. Дальше делаем 3 петли. 2 столбика, 3 петельки и 2 столбика. 3 петли, поворачиваем 2 столбика, 3 петельки и 2 столбика. И дальше просто сшиваем вот эти вот 2 конца и у нас все готово. Я надеюсь вам было все понятно. Если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки. До встречи на моем канале! Продолжение следует...